Всем привет, с вами Кирилл, а вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня основная серия на проекте Мазинфолиоплей. Сегодня будет новое видео, в котором мы будем покупать новые машины в семью. Да, пацаны, я решил немножко обновить автопарк, купить 3 новых автомобиля, и они мне обойдутся в больше, чем 30 миллионов рублей. Поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал, потому что я стараюсь частенечко выпускать серии практически каждый день. Поэтому возьмите, просто подпишитесь на канал, напишите комментарий, вы еще можете поставить колокольчик, чтобы не пропускать серии и стримы. Ну и конечно же не забывайте вводить мой промокод, пишите MM, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и пишите капсом Кирилл Гейм, за которого получите 150 тысяч рублей. Мой промокод можно вводить на любом серии с их реплей. Итак, дамы и господа, у меня есть 32 миллиона рублей, у меня есть очень большое желание купить новые машины, и поэтому сегодня мы это сделаем. Я хотел это и вчера сделать, но сегодня у нас пятница, поэтому можно сделать это именно сегодня. Давайте зайдем в гараж вообще, посмотрим, что у нас там есть за машины. Итак, нам нужно продать шестерку и нужно продать два волчка. Вот в принципе один из них, как бы волчок, в принципе мы его продадим и вместо волчка купим новую такую сочную ешку просто, понимаете? Поэтому посмотрим, короче, что у нас из этого получится. Конечно, бабки у меня просто реально прям тютелька в тютельку, реально, может быть даже не хватит, но мы что-то придумаем, короче. Сейчас давайте продадим, получается, шестерочку и волчки, вот пишем F-меню, получается, управление транспортом, список всех машин, и вот шестерочку мы сейчас, все, я ее продал за 56 тысяч рублей. Продаем следующие автомобили, это у нас, получается, Мерседесы, волчки, С-24 Мерседес. Я люблю реально покупать именно по две машины, думаю, вы заметили, посмотреть даже то, что у нас постоянно по две машины, вот кроме елика, потому что елик я в свое время продал, когда мне нужны были деньги, и поэтому у нас остался один елик. Но сегодня мы купим ему напарника, так сказать, и у нас будет два елика. Что-то много Мерседес, кстати, будет, и у нас получается 4 пикапа, 2 М5, ну я считаю, будет нормальный автопарк. Мы сегодня купим именно вот такую вот ешку, получается. Нам нужен всего лишь один автосалон, это, получается, Мерседес, потому что именно там продается и елик, и ешка. Сейчас берем, получается, автомобиль, возьмем, я думаю, елик, доедем до банка, положим деньги, и уже тогда точно поедем в автосалон, и будем уже покупать новые машины. Да, я понимаю то, что 30 миллионов, может быть, это не очень большая сумма, но я думаю, этих машин именно не хватает в нашем автопарке семьи, поэтому сегодня мы их купим. Да, я, конечно, понимаю то, что вкладывать, типа, деньги в семью, это, по сути, бессмысленно, особенно в автопарк, потому что люди берут машины, доезжают просто и бросают их. Но, все-таки, у нас лучшая семья на первом серваке, я вам даже это могу доказать. Вот, пишем F-меню, получается, ваучеры, топ семей по количеству, вот, видите, топ-1 семья. Пишем потом команду слэш топ, тоже сейчас посмотрим, семьи-лидеры, номер 1, пацаны. То есть, у нас семья, по сути, самая лучшая, пока что, на первом серваке, я не буду заикаться, то, что на проекте, потому что есть такие люди, которые будут потом писать, то, что, вот, там у нас на 0,5, либо там на 0,4, семья, типа, лучшая, там, и так далее. Я не буду спорить, на 0,1 мы лучшая семья. Лично мое мнение, кто-то может считать, что это не так, но топ не обманешь. Ча-да-дах, просто, залетели бабосики, так, дынь, и все. Так, давайте посмотрим, сколько у нас денег, 34 миллиона, нам, кстати, хватит. Нам реально хватит, у нас останется всего лишь 800 тысяч, и нужно будет где-то потом обобрать бабочки, в принципе. Короткое состояние Кирилла. Бабки не проблема. Ну, в принципе, вы пока что не знаете, зачем я закинул деньги, потому что я частенько закидываю деньги для того, чтобы мне не приходили большие штрафы, там, допустим, за красный, ну, и так далее. Ну, короче, вы понимаете. То есть, люди сейчас не догадываются, что я буду покупать машины. Сколько сейчас онлайн семьи, давайте посмотрим. 25 человек. Ну, сейчас, в принципе, 10 утра, я проснулся где-то 20 минут назад. Сейчас будем ехать в автосалон и покупать, пацаны, просто новые машины. За это точно можно поставить лайк и, конечно же, подписаться на канал. Ну что ж, я приехал в этот замечательный автосалон Мерседес. Я, конечно, больше люблю BMW, пацаны. Реально, я больше люблю BMW. Ну, не знаю почему, но больше я люблю BMW. Просто BMW прям в сердечке у меня. Но BMW нормальных нет в автосалоне, кроме там Е60. Но Е60, она красивая, но не едет. А в 90 у нас как бы есть BMW. Был бы там X5M новый, я бы купил бы X5M новый в семью. Но, к сожалению, там только там Beho 7 есть, M4. Ну, короче, машины неинтересные. Мне вот нравится именно там M5. Там нету такой машины, которая бы меня зацепила. И я бы хотел купить семью. Поэтому мы покупаем Мерседес. Вообще, бля, попыл, бля. Дядя, проснись, ты что, бля? Какая-то это не Ешка, это Цэшка вообще. Что-то с мордой я подумал, что это Ешка. Просто очень похоже, согласитесь? Так, заходим, короче. Капуста у нас имеется. Просто бабочки залетели в банк, ебать, как надо. Я, конечно, хотел Майбах еще купить вместо Ешки. Но Ешка будет более солидная. Я думаю, вы согласны со мной. Как бы Майбах, в принципе, ну, нормально, но не дотягивает. Поэтому лучше купить, мне кажется, новую Ешку. Вот она, родная. Так, купить. Купить для семьи просто. Здесь 12 лямов сейчас улетит просто. Смотрите, бля. 12 лямов просто улетает нахуй. Смотрите. Опа. Нема, бля. Все, пизда. Минус 12 миллионов. Идем дальше. Кстати, можно было бы елики 4х4 купить. Но, бля, они сильно дорогие. И, мне кажется, будут вообще бесполезные. Еще 12 лямов просто тутух, улетели, бля. До свидания. Оливидерчик, так сказать. Так, и покупаем еще елик, да. Вот он. Все, ебать. До свидания, нахуй. Тетя Люся, бля. Звони мне, блядь, послезавтра, называется. Все, идем на посадку, короче. Приземляемся. Пошлите, посмотрим, что мы купили вообще. Маммородная просто. Вот автопарк у нас подорожал теперь на 30 миллионов. Дай ранг, плиз. Просто так не выдаю. Пацаны, блин, если буду давать просто так ранги, то ничем хорошим это не закончится. Ну, что я могу сказать? Я, в принципе, доволен. Правда, денег вообще ничего не осталось. 693 тысячи осталось на семье, поэтому сейчас придется идти работать на дальнобойщике, потому что семья потребляет очень много денег. Но, я думаю, вы поняли то, что я делаю только лучше семье, поэтому можете к нам приходить. Как бы у нас есть хорошие машинки, много людей. Кстати, я забыл вам сказать о том, что я закупился еще не только машинами, но я вчера, либо позавчера закупился материалами и патронами для семьи. Давайте я вам покажу. Поэтому можно будет на стримах, либо не на стримах, ходить спокойно на ВЧ. То есть, реально у нас склад сейчас очень заряженный. Вот, смотрите просто. 11 тысяч патронов, потом 9 тысяч материалов. То есть, склад реально сейчас у нас заряженный, в принципе, чтобы там на ВЧ ходить, туда-сюда. Поэтому, приходите к нам в семью, буду, в принципе, всем рад, как бы. Наборы я, в принципе, провожу на стримах, но могу проводить, в принципе, просто по объявам в игре, поэтому следите за объявами, либо просто пишите мне ВКонтакте, либо звоните в игре, я вас с радостью приму. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok